Так, всем доброе утро. Надеюсь, со связью и со звуком всем все видно и слышно. Пожалуйста, кто-нибудь подтвердите. Замечательно. Замечательно. Всех приветствую. Всем прекрасного настроения. Сегодня у нас очередной телемост. Много новостей, информации. Сегодня будут также выступать мои коллеги. Меня зовут Ирина Волкова. И я еще раз приветствую всех наших партнеров, коллег, гостей. Замечательно. Вижу настроение у всех отличное. Итак, коллеги, у нас впереди горячая неделя. Уже на следующей неделе в Минске будет ряд событий очень грандиозных. И мы также сегодня об этом будем говорить. Но в самом начале мы сейчас сделаем самые главные акценты восьмого этапа. Сегодня мы поговорим о мероприятиях, о планах, о той стратегии, которая на данный момент существует и куда и как мы идем дальше. Сегодня мы также затронем тему уже ассоциации предпринимательства. И об этом будет говорить Владимир Маслов и также последующие мои коллеги. На сегодняшний момент у нас участвуют в нашем проекте для статистики более 123 стран. Почему я говорю более? Потому что эти данные были на первое число, на 1 ноября. Поэтому, коллеги, мы идем семимильными шагами. Сейчас, на сегодняшний момент, я уже точно могу гарантированно вам сказать, что у нас прошло более тысячи конференций, оффлайн-презентаций, вебинаров. Но мы идем дальше. И у нас последний завершающий месяц в 2016 году, когда предстоит очень серьезный телемост. Как мы все время говорим, что у нас в КБ замечательно идут дела, демонстрация. И Анатолий Эдуардович выполняет все свои обязательства, все свои обещания в срок. Коллеги, поэтому и мы также должны подтверждать свою деятельность и обращаясь к нашим партнерам, инвесторам. И сейчас я хотела бы вам сказать и сделать очень важные акценты по нашему мероприятию, которое будет у нас 10-11 декабря. Давайте сейчас прямо пройдемся по этому мероприятию. Вы можете зайти в наш личный кабинет. Вот здесь, где показана стрелочка «События», открыть эту графу и увидеть полное описание мероприятия. То есть это международный форум, который пройдет 10-11 декабря в Санкт-Петербурге в отеле «Холидейн». Вы можете зарегистрироваться и приобрести билеты на это мероприятие. И, коллеги, это очень важное мероприятие, очень важный под итог. Почему это важно? Что знакового будет на этом мероприятии? Для кого это мероприятие? Давайте мы немного так об этом сейчас пройдемся, просто проговорим. Итак, в декабре два рабочих дня. Два рабочих дня у нас очень активной работы. Сейчас у нас планируется где-то около 200-250 человек присутствующих, не более. Для кого это мероприятие? Мы ждем наших партнеров, с кем мы пойдем дальше. Это форум для сильных, активных, перспективных людей, для партнеров. Это серьезный под итог 2016 года. И это два дня очень продуктивной работы. Что планируется? У нас будут выступать очень серьезные эксперты в инвестировании. У нас обязательно будет выступать весь исполнительный состав управления капитала. То есть все директора и руководители различных подразделений. То есть вы можете напрямую задавать вопросы, получите самую ясную, точную, прямую информацию. У нас будут как бы вся горячая информация с полей того, что происходит сейчас в Экотехнопарке. Обязательно мы коснемся и разберем последующие шаги подготовки уже к девятому, к десятому этапу развития. Это важно для того, чтобы у наших партнеров была ясная картина, как мы будем двигаться, с какой стратегией, с какой логикой. Мы очень подробно по шагам разберем, как я уже сказала, дальнейшую стратегию работы. У нас будут возможности полного, понятного, ясного уже понимания дальнейших шагов участия в инвестиционных программах. Конечно, вы получите полную картину последующих шагов вообще в проекте. И, соответственно, новые инструменты, с чем мы будем работать дальше. У нас их будет достаточно большое количество. Будет много акцентов, объяснений по новым специальным предложениям, акциям, которые сейчас планируются. И, конечно, у нас будет целое отделение, целое подразделение. Специальное время для поощрения, награждения всех наших активных партнеров. Потому что это очень важные люди в нашей команде, в нашем проекте. Я всегда об этом говорила и не устаю это повторять. Все важны. И обязательно будет обучение для партнеров, стратегия продвижения по статусам, как это правильно делать. Много объяснений, всяких фишек, мастер-классов, как мы говорим. То, что делают в нашей команде успешные люди. То есть мы постоянно обходим от теории. Мы даем слово нашим лидерам, которые практически показывают свой опыт, свой мастер-класс и имеют уже результаты. Конечно, коллеги, цель этого форума – укрепить нашу команду. Совместно выйти, знаете, на такой новый мотивационный пласт с новой силой уже на долгий период работы в дальнейшем. Начиная с 2017 года. Поэтому этот форум для тех людей, с кем мы пойдем дальше, с кем мы будем сотрудничать. И наша задача, чтобы каждый человек уехал с этого форума с новым, как мы говорим, чемоданчиком инструментов, пониманием очень многих дальнейших шагов, стратегии и так далее. Уже сегодня будет звучать тема новой ассоциации предпринимательства внутри нашего проекта. Но, коллеги, на форуме, на форуме в Санкт-Петербурге будет это более подробно, более конкретно, будет более понятно, как мы будем продвигаться дальше. Это очень важно. Конечно, особый акцент внимания будет для наших обязательно и региональных лидеров, тех руководителей, которые ведут сейчас очень большой дополнительный пласт работы в своих регионах, на своих языках, на своем менталитете. Они обязательно будут обмениваться опытом. И, конечно, всем очень важно познакомиться с вами, коллеги. Сейчас я обращаюсь к региональным руководителям. Вы знаете, что ваше присутствие обязательно. И я надеюсь, вы все также поделитесь своим опытом и познакомитесь со всеми. Поэтому, коллеги, мы все обязательно обозначим наши новые цели, наши новые планы. Будет все понятно, все ясно, как мы будем двигаться дальше в 2017 году. Потому что этот год очень захватывающий. Это период очень серьезного рывка. Поэтому мы будем к этому готовы. И это такой очень мощный, знаете, рычаг такой перезагрузки под новый рывок, под новые результаты. Поэтому, коллеги, я еще раз акцентирую ваше внимание. Пожалуйста, будьте внимательны, зарегистрируйтесь уже сейчас. И мы ждем вас на этом мероприятии для наших партнеров. И сейчас я передам слово Владимиру Маслову. Владимир, подключайтесь. Я пока смогу прочитать вопросы. Благодарю вас за внимание. Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Я хочу вам сказать с самого начала, что все те, кто начали время сегодня участвовать в телемостке или в телемостке, те не подаверят. И почему? Хочется поделиться моим собственным мнением коллег. Мы постоянно обсуждаем, мы постоянно находимся в процессе. Мы поставили на задачу сегодня, как бы, рассказать о том, каким продуктом мы сейчас пользуемся. Наконец, в кабинете загружена практически вся документация, которая подтверждает, что у нас юридически правовая основа того, чем мы занимаемся, инвестирование. Абсолютно не слышно. Так, слышно очень сильно. Так, 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 так. Пожалуйста, Батюли, у шапонов я разговариваю, что извиняюсь. Так, а сейчас мне слышно. Крепит. Так, сейчас звук лучше. Так, а сейчас. Сейчас я попробую еще чуть-чуть отрегулировать, прошу прощения. Так, так, сейчас. Пятелочка, у кого-то десяточка, у кого-то отлично. Все, звук глухой. Но главное, что звук есть. Спасибо. Я привык говорить громко, но постараюсь авторегулировать голосом. Спасибо. Ну вот, и дело в том, что мы на восьмом этапе. Это середина преодолена. Можно сказать, что очень важный период тройден, но впереди еще более важный период. Стараюсь громче сделать. Сейчас сделаем громче. Так. А. Так. Как сейчас? Уже хорошо. Все, спасибо. Спасибо. Значит, таким образом, сегодня мы поговорим о том, о организационно-правовой основе очень коротко. И в конце я как бы пару слов скажу вам о том, зачем, как и почему вообще ассоциацию создаем, почему она нужна. В первую очередь, кстати, друзья, она нужна как организационная основа для обеспечения инвестиций. Ни для кого не секрет, может быть, не все слышали, но это абсолютно прозрачно и обсуждаемо. И надо знать, куда мы идем. То, что в середине, или в первой половине предстоящего года наша задача ежемесячно, как бы, обороты инвестиций 5 миллионов. А на второй половине следующего года у нас уже задача выйти на 20 миллионов. И, как вы понимаете, скорости и объемы, они абсолютно важны. И нужно это все объяснить организационно. Таким образом, я просто вначале напомню, спасибо, что выяснилось. Я напомню, значит, что мы имеем и что является основой. Абсолютно так, для освежения памяти. Таким образом, фактически мы имеем дело, дорогие друзья, с акциями, которые с акционерным обществом и с акциями Евразия, Нарелска, Ресистем, Фолдинг. Который вместе с Кэпитал и с другими площадками осуществляет, как бы, через акции осуществляет инвестиции, проведение инвестиций для строительства Экотехнопарка. Это проектная стоимость, которого 300 миллионов долларов. Но, как вы знаете, кто слушает, кто участвует, кто занимается этим бизнесом, те знают, что проект, себестоимость проекта будет значительно меньше. Вот, тем самым капитализация более интенсивная. Но это отдельный вопрос. Теперь, весь акционерный капитал Global Transport Investment, это 400 миллиардов, это разбито на два типа акций. 70% это акции А, это простые акции, и В акции это привилегированные 30%. Из них 15% было привилегировано не таким образом, и что они себя представляют. Это такие акции, которые дают право акционеру первостепенного получения прибыли, вернее, получения дивидендов с прибыли в объеме 20%. Что это значит? Это значит, как только будет зафиксирована прибыль GTI, которая зависит от адресных проектов будущего, то сразу же от этой суммы, в первую очередь, будет выделено 20%. И пропорционально количеству акций, внесенных в Евразия-Рейс-Колесикский Кодинг, будет передано Евразия-Рейс-Колесикским Кодинг. Это сумма, чтобы ее распределить между акционерами этой компании. Это 60 миллиардов акций. Сколько акционеров, это другой вопрос. Много. Уже больше 300 тысяч. И таким образом, это является так называемой имущественной основой нашего процесса, который мы с вами участвуем. Что дальше? Дальше все еще проще. Смотрите. Я просто повторю, о чем мы только уже говорили. Но сегодня у нас уже есть у всех это кабинетов, личных кабинетов. Мы инвестируем в проект. Вот залог. Мы получаем, у нас два варианта. Мы получаем залог, у нас есть возможность. И все мы получаем залог. У нас есть возможность взять этот залог, получить его. Взять свою пользу, решить его сразу забрать. Одним триком это можно сделать. И можно это не делать. Проводники сказать, что нет. Я вложил 100 долларов, инвестировал. 10 тысяч акций у меня. Ну, например. 10 тысяч акций у меня залог. Я его сейчас беру в свою пользу. И таким образом осуществляется оформление. Гарантом этого процесса и проводником является Skyway Capital. Он гарант и проводник этого процесса. Решаю забрать сразу. Становлюсь акционером. То есть не становлюсь сразу акционером. Оформляю свою акционерскую. Меня вносит, заносит, извиняюсь, в реестр. В регистр акционеров лицензированный. Я нахожусь в компании как акционер. Я являюсь акционером Евразия. Я являюсь акционером Евразия. Но альтернативно система такого договорного взаимоотношения дает возможность мне получить гарантию. Ну, значит, ну, мало ли у кого такие интересы есть. Не брать залог в свою собственность. Оставить его как залоговую сумму. Решаю сдать возврата свои суммы. То есть кто-то, может быть, и захочет, бог не узнает, получить обратно через 3-4 года, получить обратно свои 100 долларов и получить процент, который в тому моменту возможно будет. Двух полив. Отрегулируется жизнь. Понятно, говорите, да, что же делать. Ну, давайте попробуем еще отрегулировать тот, что такое звук. Так, еще уберем. Так, а что сейчас у нас? Вы можете у себя, дорогие друзья, тоже отрегулировать звук, иначе я сейчас его уменьшу. Может быть, я отодвинусь. Бук-бук-бук-бук-бук. Роман отрегулирует у себя... Да не пора менять микрофон. Микрофон у меня самый классный. Может быть, наоборот, надо старый микрофон поставить. Да не надо на максимум вставить. То есть я на минимум поставлю. Так, я попробую. Еще уменьшу. Так, сейчас меня слышно. Вообще ничего не слышно, как в бочке. Ну, ладно, попробуем еще. Так. Эхо я убирал. Сейчас я попробую, посмотрю. Есть ли тут микрофон. Микрофон-звук. Эхо-подавление есть? Все есть. Все есть. Громкость. Ну. Как сейчас меня слышно? Слышно хорошо. Ну, вот видите. Раз на раз не приходится. Ладно, я буду... Тише говорить можно. Таким образом, дорогие друзья, есть второй вариант. И у меня остается я останавливаюсь к кредиторам. Имею гарантию и имею требования. Но это значит... Это не значит, что я, если я сразу не забрал залог, что я его не могу сделать в любое время в течение последующего периода. Так что это возможность есть, это альтернатива, это в соответствии с международными требованиями. И здесь сейчас у нас все в порядке. Далее. Теперь смотрите. Следующий аспект, который мне хотелось бы вам изложить. Вот та же самая, казалось бы, схема, да? Все то же самое. Сегодня мы работаем с Евразией на реал-поэтической формируем. Это же ответ одновременно и на вопросы тех, кто скажет, что... Галина, стала сильно помить. Ну, не знаю, что у меня тут помить. Еще у меня тут не помить. Нет, не выключено. У меня все в порядке. А вот и выключено. Вы знаете, сейчас одну обучку, да? Вроде бы проверял все. Так, меня сейчас слышно. Вообще не слышно или слышно? Сейчас лучше? Хорошо, все, спасибо, друзья. Хорошо, все, спасибо. Таким образом, дорогие друзья, значит, есть у нас образуются акционеры. Практически все инвесторы, они одновременно являются акционерами. Но я хочу обратить ваше внимание на следующем факте, который здесь отображает эта схема. В резерве первый аспект, это то, что в резерве здесь у нас 60 миллиардов акций. Как вы заметили в начале, что всего 400 миллиардов акций в бизнесе, зафиксировано даже больше, все остальное, как бы, находится еще, встает на запасном пути, дорогие друзья, под следующие проекты и так далее. Таким образом, сегодня мы, кто мы участвуем в этом процессе, который инвестируем в основную корневую технологию, или основную технологию ставить, об этом я еще немножко в конце скажу вам, мы становимся инвесторами. У нас, кто, как бы, видит, что это бизнес, возникают определенные структуры здесь, и мы становимся в любом случае акционерами, и у нас есть свой бизнес. Другой вопрос в том, понимаем ли мы, принимаем ли мы, и идем ли мы дальше с этим бизнесом. Возник вопрос, что нас много, но имеет ли смысл нам ассоциироваться, то есть объединиться. Кто-то скажет, ну мы же здесь в реестре, да, мы в реестре есть, мы записаны, мы записаны, знаете, как занесены в так называемую домовую книгу «Евразия НРЭЛ Скайвей Систем Форум», и нас пока объединяет только это. Нас еще объединяет и стремление вывести технологию. Дальше, организационно-правовой, никакого объединения у нас нет. А оно, как мы увидим, достаточно важное, дорогие друзья. И вот смотрите, в моем бизнесе, я рассматриваю, с восьмого этапа, мы об этом имеем право и обязаны говорить, что Скайвей, инвестиции Скайвей, это очень мощный бизнес. Те, кто участвует в вебинарах, об этом уже слышали, я очень коротко скажу, создаю свой бизнес. Тут есть два направления. Первое направление – это создаю свой бизнес, создаю структуру, формирую команду, повышаю компетенции, веду бизнес-инвестора MLM. MLM – это очень перспективный инструмент, даже система, которая позволяет развивать бизнес, это как бы возможности будущего. И далее, я становлюсь акционером, создаю партфель акции, я коперирую, схожу в ассоциацию, если у меня такая возможность, активизирую, могу активизировать свои акции через адресные проекты, пару слов скажу, и могу инвестировать адресные проекты. Но что мне сегодня не хватает? Кроме того, что я сегодня инвестирую, создаю свои акционерные пакеты, свои какую-то акции. Мне не хватает компетенции, мне не хватает ресурсов и так далее, чтобы вести и в этой части свой бизнес. Вот для этого и нужна ассоциация. Это как вариант, как инструмент. Далее, коротко, буквально коротко, дорогие друзья, что такое ассоциация? Это первое добровольное объединение инвесторов и предпринимателей. Это некоммерческая организация, которая создает коммерческие организации, целер ассоциаций, членов ассоциаций в первую очередь. Это организация, защищающая интересы инвесторов, акционеров Скайвей, всех Скайвей, всего Скайвей. Сообщество пропагандирует все возможности и ценности технологий Скайвей. А зачем нам это надо? Это очень важно, потому что технология – это инструмент капитализации тех инвестиций, которые мы с вами, дорогие друзья, делаем. Помогается, вы скажете, этим занимается РСВ, конечно, занимается. Этим занимается РСВ, конечно, занимается. Но это, дорогие друзья, лишние расходы. И вот ассоциация позволяет эти расходы взять на себя. Помогает создавать свой бизнес и оказывает поддержку предпринимателям. Что дает ассоциация? Помогает реализовать стратегию управления своими акциями. Об этом, обо всем и будем говорить. Обеспечить правовую и организационно-экономическую защиту акционеров и инвесторов-предпринимателей, которые уже осознанно занимаются этим бизнесом. И очень важно еще и то, что организует необходимую переподготовку и обучение. Я смотрю, что зависла и моя картинка, но ладно. Суть не в этом, по крайней мере, я есть. Организует у меня переподготовку, возможность копирироваться и так далее. И почему нужна ассоциация? Для инициации совместных адресных проектов и так далее, и так далее, и так далее. Для усиления через копирацию голосов представительства на общем собрании акционеров, акционерного общества. И вот я вам на закуску, завершая свое краткое представление, хочу сказать, что вчера у нас было мероприятие в Таллине. Это то, что резюме или аргументы, которые приводили люди, очень важно. Я хочу с вами поделиться. Это очень важно, на мой взгляд. Почему мне, человек задал вопрос, почему мне выгодно и необходимо участвовать в движении и в бизнесе SkyWay? Я говорю, вы участвуют? Да, участвую. И пришли к выводу, что оказывается, я или каждый из нас, кто мы здесь есть с вами, действуя в свое благо, обеспечиваем общий результат, общую капитализацию. Но здесь есть еще один вопрос. То есть, понятно, да? Я инвестирую, казалось бы, я только в свое благо. Нет. Мы этим самым все вместе усиливаем эффект, инвестируем технологии. Но здесь есть другой вопрос. Ответ на вопрос, а что будет после 15 этапа? До 15 этапа очень ясно, что самое существенное после завершения 15 этапа. Все те, кто придут после 15 этапа, когда завершатся фактически инвестиции и главную технологию, они будут работать на нас. И те из нас, кто дальше будут, будут тоже работать на себя и плюс к ним подключатся все остальные. Понятно, да? Те, кто сейчас участвуют в процессе, те, кто сейчас становятся акционерами, начинают этим бизнесом заниматься или занимаются уже, они работают на свое будущее. То есть, мы создаем тем самым себе пассивную основу пассивного дохода. Это не значит, что этого не будет после 15 этапа. Будет. Но после 15 вы же понимаете, что все идет по геометрической прогрессии. И те, кто сообщество, которое сейчас участвует до завершения 15 этапа, оно будет обслуживаться. То есть, акции, которые я вам вначале показывал, они будут обслуживаться. Их капитализация будет за счет уже все остальные подключающиеся будут работать на нас, дорогие друзья. И это очень хорошая новость. И с этим хотелось бы и на такой хорошей ноте и закончить. Но я просто хочу еще обратить ваше внимание. Поймите правильно. Сегодня, когда человек инвестирует, или я инвестирую, это не является покупкой. Здесь много аспектов. Постарайтесь это понять. Если кому-то непонятно, задавайте вопросы на вебинарах. Это не тождественно. Я инвестирую, становлюсь акционером, беру через то, что я беру залог или обеспечение, которое мне под мою инвестицию дается, беру свою собственность. Вот основной момент, на который мы в конце концов вышли. И сейчас все правовые документы это обеспечивают. Я благодарю вас за внимание. И я сейчас передаю слово следующему выступающему. Это прекрасный человек. Это в первую очередь дама, женщина. Она положительная всегда. Она высокопрофессиональный эксперт в вопросах, которыми мы с вами занимаемся. Но что для нас очень важно, это то, что она еще и эксперт, и высококвалифицированный специалист по организации переводов. Сама переводчик, сама радеет за это дело, и с ней очень приятно работать. И таким образом, Эве Стэнман, я передаю тебе слово. Спасибо. Добрый день, добрый субботний день, дорогие друзья. Как меня слышно? Здравствуйте. Как меня слышно? Хорошо. Хорошо. Прекрасно. Я представляю службу иностранных переводов. И я говорю немножко о статистике и о чем, что мы делали и с чем мы занимаемся. В августе месяце у нас был... Скрип идет? Окей. Давайте... Да, вы можете сами потише или... Я говорю потише, можно так делать. И в августе месяце у нас было, кроме русского языка, у нас на сайте, на главном сайте, сайт работал на языках английский, немецкий, французский, литовский, ческий и словацкий. И, то есть, это русский язык плюс шесть языков. И это очень важно, чтобы был такой, но хорошая информация на всех языках на главном сайте, так что мы могли бы работать, партнеры могли бы работать именно с этим сайтом и давать ссылки на сайт, где люди могут узнать о информации струнных дорог. Но мы сразу начали работать, и чтобы дополнять остальные языка, которым идет работа, это три языка, эстонский, польский и испанский язык, которые сейчас тоже представлены на главном сайте. И также мы начали редактировать и рекорактировать двух языков, это ческий и словацкий, поэтому что у партнеров были там замечания, что там ошибки и не все так сказано, поэтому что это все было сделано очень быстро, в спешку. И это являлось тоже из главных задач, чтобы все было корректно и действительно без ошибок. Но в это же время мы закончили латышский язык, спасибо переводчикам, которые это делали. И на этой же неделе мы совершим венгерский язык и совершаем корректировку чесского и словацкого языка. Так что по планам у нас в следующей неделе уже идут в работу уже эти языка. Так что у нас будет на сайте 12 языков, русский язык плюс 11 иностранных. И из новых языков мы начали сейчас работать с румынским, так что партнеры это предлагали, они сказали, что там идет работа и очень хотят румынского языка. И поэтому переводчики начали с этим заниматься. И из новых языков еще есть требования у нас на нидерландский язык, там идет очень активная работа. И тоже уже переговоры пошли, и переводчики согласны, так что будет и нидерландский язык. Насчет китайского языка мы нашли переводчика, который начал работать. Спасибо за вас вопрос. И начали работать, пока не дозделали это все. Но мы понимаем очень хорошо, что одному переводчику это делать очень сложно. И поэтому смотрели вокруг и дали такую рассылку, чтобы найти дополнительных переводчиков. Не все согласились, и нелегко найти очень хороших, качественных переводчиков. Так что те предложения, которые поступили, что могу переводить на все языки, но это просто неадекватно, и, конечно, мы это не принимаем. Ну, да, учить русский правильно, да, но все-таки, тем не менее, в Европе не все страны могут, но люди не говорят на русском языке, и, кстати, и на английском языке в том числе. Так что португальский, итальянский, индонезийский, очень много таких интересных языков, которые тоже хотят в этой стране использовать. Это, конечно, мы смотрим как перспективу, но сейчас мы постараемся так делать, чтобы люди начали работу, могли начинать работу, переводя для них видеоролики. Чем работать, презентацию компанию и маркетинг-план. И, конечно, компания смотрит на это, какой идет объем в этой стране, чтобы делать дополнительные шаги, уже начинать переводить главный сайт и личный кабинет. По поводу личного кабинета, конечно, я знаю, что временно не был доступен на всех языках личный кабинет, поскольку у нас новый личный кабинет, и это был огромный труд IT-отдела, чтобы это все откорректировать, все, чтобы стало на место. И я знаю, что иностранные языки не были еще представлены на личном кабинете. Но действительно, в прошлой неделе, буквально за конец недели выходных, мы со всей отделом работали, чтобы переводить все новые данные для личного кабинета. Эта работа была сделана, и сейчас ждем, как IT-отдел может это все ввести на личный кабинет, и чтобы это стало работать для вас, и чтобы всем было легко и понятно. Ну, конечно, у меня есть еще такие хорошие новости для вас. У нас есть на все языки сайта, то есть это сейчас уже на 12 языков, могу сказать. Есть прекрасные видеоролики, которые Павел Мануилов потом еще расскажет вам. Это тоже все переведено. Так что мы делаем очень большую работу, и каждый переводчик переводит порядка 70 страниц в месяц, чтобы это все было для вас, и чтобы все могли с этими материалами работать. Но это, конечно, статистика, и за каждой статистикой, конечно, стоят люди. И я хочу здесь выразить просто огромную благодарность нашим переводчикам Миле, которая переводит английский язык Алле, и Жанне, которая переводит и переводили, и переводит на немецкий язык, Лене, которая переводит на французский язык, Виталтасу за литовский язык, Антону, чешский язык, Наталии за словацкий язык, Лесе, польский язык, Андрею за испанский язык, Линде, которая переводила латузский язык, и Наре, латузский язык, Эйне, которая помогает мне с эстонским языком, и Шабе, их два Шабе, которые переводят на венгерский язык. Так что они не только очень хорошие переводчики, но и очень такие большие патриоты SkyWay. И, конечно, в этой команде очень приятно работать, и наша задача не только дать вам хороший перевод, но именно такой перевод, чтобы это работало для вас и было действительно гордостью, и чтобы вы могли хорошо работать. Но сейчас я хочу передать слово человеку, кто лично и со своей командой создал прекрасный наглядный рабочий материал и огромное количество видеороликов SkyWay, которые являются первым инструментом, чем заинтересовать нового человека SkyWay. И это руководитель мультимедийного отдела, это Павел Манылов. И просто все эти супер красивые, интересные видеоролики – это его заслуга. Так что приветствуем Павла, я передаю ему... Как меня слышно, как видно? Все хорошо, не шипит? Ну, отлично. Эва, большое спасибо вам за такую хвалу. Но, как говорится, без команды у меня бы ничего этого не получилось, потому что в нашем деле команда решает, и это самое главное. Поэтому я также хочу с самого начала выразить благодарность всей своей команде. Это именно Владимиру Чернявскому и его супруге Татьяне, также Анне и ребятам с отдела монтажа. Потому что, например, делать один видеоролик, который, например, занимает 5-10 минут, именно на субтитры, занимает около одного часа. А таких вот, например, минут мы где-то выпускаем, ну, в день примерно по часу делаем именно видеоматериалы. То есть это уходит на работу по 10-12 часов. То есть представляете, да, какой объем работы. И, собственно, тоже думали долго, как именно лучше доносить эту информацию. Конечно, в идеале было бы, если бы мы бы все это озвучивали голосом, да, предположим. Но это очень сложно сделать, потому что это занимает еще бы очень больше времени, сил. И здесь же в нашем деле что главное? Главное – скорость. То есть новости не должны вторевать, они должны быть постоянно и быстро работать. Поэтому здесь вот именно субтитры, они идеально подошли. И как бы включились именно в нашу работу. И очень хорошо нам помогает. Так, хорошо, да, вроде бы ничего тут не потится. Вот, посмотрите, тогда из чего построим наше сегодняшнее общение. Я у вас много времени займу. Расскажу, где искать этот весь материал, то есть который вам пригодится. Расскажу, какие у нас ждут новости, то есть над чем мы работаем. И как бы что вам ожидать в будущем. Я сейчас поделюсь экраном. Надеюсь, вы увидите его. Сейчас, секунду. У меня сейчас все запустится. Так, начать трансляцию. Вы видите экран? Вот, сейчас видите YouTube. Все, отлично. Ну, тогда рассказываю. Смотрите, это официальный наш канал. Я хочу, чтобы вы обратили внимание именно еще на дизайн. Видите, у нас поменялся дизайн. То есть сейчас мы все делаем именно для того, чтобы все было в одном стиле. Начали мы на этой неделе с YouTube. Вот, также огромная благодарность Юрию, потому что он как бы является разработчиком данного логотипа и данного цветовой гаммы. Вот. И поэтому, смотрите, сейчас вот YouTube мы на этой неделе занялись полностью. То есть мы все, например, каналы сделали, оформили. И на этой неделе также все социальные сети у нас теперь будут в одном стиле. То есть чтобы это будет отличительной чертой. То есть когда вы заходите, видите, то есть вот это вот оформление, значит это официальные ресурсы нашей компании. Вот. Когда вы заходите, например, на сайт Capital, да, именно на YouTube канал, то вот здесь вот видите, у вас справа сразу появляется, то есть вот поддержите каналы подпиской. И вот здесь вот языки. Тут мы даже флаги установили. Вот. Это, кстати, идея Ивана. Тоже он за YouTube канал отвечает. И он как бы здесь понятно, как и что, какой язык. То есть спокойненько нажимаете, и все. Если посмотреть, все, то открывается вот такое вот. И здесь вы можете, то есть заходить и на любой язык просматривать, какой вам угодно, там немецкий, французский, то есть любой. Здесь каждый день практически выкладываются видеоновости всевозможные, да, там состройки. Иногда бывают небольшие задержки, иногда бывают на слойке. То есть, например, вот как здесь, то есть там завершение пятого этапа развития, да. То есть объясню почему. Потому что эти ролики, они присутствуют в лендингах. И, соответственно, они должны быть, ну, как бы залиты. Вот. Поэтому, то есть, ну, есть такие, как бы, небольшие отступления, да. Но это нужно для того, чтобы, потому что есть некоторые ролики, которые размещены на сайте, на официальном, на лендингах и, как бы, на вот этом все. Также по лендингам у нас сейчас идет речь о том, чтобы, как бы, разговор шел по поводу того, чтобы уже включать новые лендинги, которые бы несли бы уже более такую, ну, современную, да, информацию, которую вот уже сейчас. Именно вот эти все наши ролики профессиональные, которые мы делаем там, и компания, которая именно головная RSV делает. То есть, все, вот этот весь материал использовать и, как бы, чтобы все было у нас замечательно. А здесь, смотрите, самое главное, это вот плейлисты. И, когда вы заходите, например, в плейлисты, кликаете их, здесь вот, чтобы вам, это как, вы знаете, как вот дерево, меню своего рода. И здесь все по папкам разбито. Так, сейчас посмотрю, а то можно тут. Ага, нормально. Да, надо было это канал, блядь. Все, спасибо, что постраховали. Вот, и это, здесь вы смотрите, то есть нажимаете, вот здесь новости, все, что выкладывается. Тут Юра молодого выступления, и все, как бы, все по папочкам, аккуратненько. Да, гид по личному кабинету. Если вы кликаете сюда на гид по личному кабинету, то здесь у вас справа будут все платежные системы. Мы сделали видеоролики обучающие, то есть, как пополнять счет. И инструкции по работе в личном кабинете. То есть, вы можете спокойно брать эти инструкции и, соответственно, отдавать, например, своим партнерам, чтобы по 10 раз, да, не отвечать на одни и те же вопросы. То есть, это очень удобно. Взяли далее ролик, ваш новый партнер посмотрел, да, который у вас в команду пришел, все понял, как что делать и спокойно зарегистрировался. Помимо этого, также есть у нас еще вот именно английский канал. И здесь вот также вот, если вы нажимаете в плейлисты, и здесь вот видите тоже инструкции по личному кабинету. И здесь все инструкции также сделаны, но на английском языке. То есть, вот берите спокойно вот этим, как бы пользуйтесь. Еще что хотел вам показать. А, ну и еще этот мы сделали маркетинг. Также он есть на русском и на английском канале. Тоже помогает очень сильно в работе, вот они два, на русском и на английском. То есть, чтобы вам не рассказывать, да, там, как, что нужно сделать, просто спокойненько отдаете эти видеоролики, и, собственно, все. На этом мы и решили. Это один из таких моментов. Потом, что еще? Сейчас идет еще наша работа над тем, чтобы привязать вот эти все YouTube-каналы официальные наши к личному кабинету, чтобы вся информация у нас находилась в личном кабинете. Ну, то есть, вы зашли, там будут определенные, как бы, меню, и вы заходите на интересующий вас вопрос, выставляете там, например, любой язык, там, латышский, там, не знаю, французский, и спокойненько заходите на канал и смотрите. Там также будут обучения все сделаны, как там работать с личным кабинетом и с вот этим всем. Так, тогда останавливаю пока то, что я хотел показать. Так, тогда сейчас еще тут. Это вот по этому. И еще сейчас покажу. Сейчас файл найду свой. Да, вот как раз про что я говорил. Про то, что вот именно, ну, как бы, наши все вот эти вот именно официальные ресурсы будут на всех иностранных языках, то, что это будет все привязано к личному кабинету, единый стиль. Как вы могли наблюдать, новости изменились у нас, они стали более такого, как бы, профессионального качества. Также сейчас над этим мы работаем. Владимир, то есть, нас сейчас отвечает за новости, полностью ведет, как бы, этот процесс. И сейчас он, ну, уже, как бы, изучает информацию и хочет сделать. То есть, на примере вот таких вот виртуальных студий, то есть, видите, она как бы будет. Ну, то есть, вот это все сзади, как виртуальная студия, как вот, например, уровня такого, как вот по телевизору, вы видели его, может, там, Россия 24, вот такого вот. То есть, берем, как бы, в таком вот формате работаем, на таком уровне, представляете, на мировом, можно сказать. Все для того, чтобы вам было, как бы, приятно работать с тем видеоматериалом, который вам предоставляем. То есть, как бы, вот в этом направлении тоже проводится очень много работы. Что еще у нас с дизайном, с этим совсем сделали? А, ну, и еще у нас тогда такой момент. Сейчас больше все-таки у нас идет работа на информационно обучающие видеоролики. То есть, что это значит? Очень много вопросов, идентичных, зачастую, задают в службе техподдержки, юридическим отделам. И я вот, например, вчера общался там с руководителем юридического отдела, что нужны, как бы, видеоролики, которые бы именно помогали бы людям, ну, и отвечали бы на ряд вопросов. И вот, поэтому сейчас вот, как бы, у нас основная вот такая вот задача, помимо того, что мы переводим на иностранные языки, мы также сейчас уже не создаем таких, вот, знаете, продающих видеороликов, так называемых, потому что их и так уже очень много. Каких только нет сейчас, мы уже наделали, я там не знаю, их там просто пачками. И поэтому сейчас вот самое главное у нас, это именно информационно обучающие ролики. Те ролики, которые бы действительно помогали бы службе техподдержки, вам бы помогали, вашим партнерам, которые вы могли бы просто добавить друг к другу, и они бы, как бы, посмотрели там ролик одно-две минуты и все поняли, как и что. То есть, вот на этом, как бы, основные сейчас идут направления именно в этом. И все, как бы, именно. Также вот, ребята вот с переводов тоже очень много работают. Молодцы. Я еще раз, очередной раз убеждаюсь в том, что когда люди пропитаны этим проектом, когда они здесь находятся, и они очень сильно отличаются работоспособностью от тех людей, которые приходят, например, по найму, которые никак не относятся к проекту, а которые, вот, например, просто пришли и все. Вот. У нас тоже такие были, не скрою, люди, которые просто пришли по найму. Но, пройдя прошло немного времени, они тоже стали нашими, как бы, активными участниками. Вот. Как бы все, когда начинают более глубоко из этого всего просматривать, у них сразу же начинается... Ну, они понимают всю суть и торопятся, торопятся, торопятся. Также сделали еще несколько видеороликов по предстоящим событиям в Санкт-Петербурге, вы можете там также их найти, ну, а потом, естественно, будет еще отчет. Так. Вроде бы я на все ответил, все, что хотел. В принципе, так. Если там будут еще какие-то у вас идеи, там, если нужно будет какой-то ролик, то вы можете, как бы, ко мне в Скайпе добавляться, да, там, просто Павел Манилов наберете и, как бы, найдете меня. То есть за какие-то, там, идеи, подсказки, которые облегчат работу всем, как бы, людям, мы только, ну, только за. Поэтому работаем, стараемся, все будет хорошо. Так, ну, все тогда. Я сейчас, сейчас вот быстренько тогда пролистаю, посмотрю вопросы. Так, ну, все, постепенно будем добавлять языки, как бы, канал создавать. Поэтому следите за новостями, все это будет выкладываться и, соответственно, все будет хорошо у нас. Так, ну, все, а дальше я передаю тогда слово Сергею и Алексею. Они, в их привычной мере, зажгут аудиторию. Они, ну, действительно, одни из тех людей, которые, не знаю, знают, наверное, абсолютно все про компанию. А чего не знают, да, говорят, идите на сайте Ницкого, и там есть 100 вопросов, 100 ответов. Вот. Поэтому прошу любить и зал, и жаловать Сергею и Алексею. Вам слово. Спасибо, ребята, за внимание. Всего доброго. Павел, очень приятно таким составом выступать, все-таки, когда собирается, ну, такой основной костяк команды. Так, друзья, сначала, как видно, как слышно. Вот. Я тут, к сожалению, тут первые 15 минут попытался в комнату зайти, не пускал, а комната была переполненная. И тоже сейчас вот смотрю в чатах, пишут, только зашел через Google Chrome, через несколько браузеров попробовал, нигде не пускало. Ну, вот через Chrome зашел. Так что, друзья, технику тоже можно победить. Вот. Поэтому, если еще кто, раскидайте, что через Chrome можно зайти. Вот. Очень приятно было, когда мы собирались всей командой директоров в Юрмале. Вот. Был такой, действительно, хороший праздник. И такая, действительно, очень живая, интересная конференция. Сами общаемся. У нас теперь следующая такая конференция будет 10-11 в Питере, вот, где тоже соберется весь директорский состав. Там соберутся наши основные лидеры с Прибалтики, вот, с севера России. То есть мы такое будем регулярно проводить. Вот. Тем более, что, друзья, мы вплотную-вплотную сейчас подходим к новому этапу. И, естественно, что очень много обсуждалось, говорилось. То есть, вот, Алексей, нас хоть и привыкли уже видеть всегда вдвоем, но, видите, не всегда получается. Алексей сейчас в дороге. Вот. Вечером мы сегодня выезжаем в Минск. Именно завтра уже начинают прибывать делегации. Вот. Завтра у нас будет две делегации. Послезавтра это те, кто уже приезжает на именно такое техническое совещание на 29 ноября. Вот. Я об этом еще поговорю, чтобы было четкое понимание, не было недопредставления, что мы готовим 29 ноября. А то мне тут уже пишут, Юницкий тоже жалуется, что там народ уже спрашивает, а какие скорости вы будете показывать, а когда вы покажете стрелки там, а когда вы еще там всю технологию. То есть это тоже, друзья, не совсем понимание. Это где-то, наверное, есть и наша недоработка. Вот. Хотя, друзья, вы, наверное, четко понимали и понимаете. Мы изначально, когда готовились к Берлицкой выставке, говорили, что готовятся, сегодня изготавливаются две полномасштабные действующие машины. Это Юнибайк и Юнибус для городского цикла, который может перевозить 300 тысяч пассажиров в сутки. И новый концепт вообще нового направления Юнибайк, это, как мы уже говорили, друзья, не раз, это новый шаг вообще в представлении о движении на третье тысячелетие. И Юнибайк, он будет постепенно, постепенно занимать свое место. Сейчас он просто вошел как легкий скайфитнес, то есть прогулочно-спортивный комплекс такой, но со временем, вот мы уже об этом не раз говорили, показывали, это все превращается в более и более серьезную машину, и со временем это станет основой вообще всей транспортной коммуникации на Земле. Но это, друзья, не сразу. Вот. И изначально говорилось о том, что после берлинской выставки эти машины едут на уже ходовые испытания, на ходовые испытания в Мариону горку, к этому готовилась и готовится путевая структура. Но попутно, кто следил или кто следит за нашими, ну, скажем так, развитием проекта, была просьба от министра транспорта Белоруссии поучаствовать в транспортной неделе, а потом в энергетической выставке в Белоруссии, и фактически три недели машины стояли там. Потом уже были ходовые испытания, ходовых блоков таких в цеху. И сейчас уже идет во всю технические прогоны, испытания, подготовка в Марионой горке, для того, чтобы 29 числа именно уже инвесторам, потому что собираются 29 числа, мы сделали очень ограниченный круг, это приехали, скажем так, самые близкие и самые надежные сегодня партнеры, задача которых это констатировать тот этап, который пройден, и дальше уже переходить к реализации конкретных адресных проектов. Едет делегация во главе с Родом Хуком из Австралии, вот он едет с сенатором из Адалаиды, там где сегодня рассматривается первый адресный проект. Едут ведущие эксперты Аурикона, это наша партнерская компания, которая занимается проектированием высотных зданий, которые будут совмещены с станциями Скайвея. Едет правительственная делегация с Филиппин, которые тоже познакомились в Берлине, они увидели, два раза приходили на выставку после презентации Виктора Бабурина, потом они смотрели уже ролики и взяли более подробную информацию для изучения, потом была переписка, и сейчас они приезжают, исходя из того, чтобы реально увидеть уже эту существующую систему о том, что она есть. И, соответственно, была постановка задачи, что Филиппины готовы полностью пересмотреть транспортную концепцию развития своего государства, потому что это тысячи островов, это огромное население, которое разбросано на большой территории, неосвоенной территории. И, соответственно, технология Скайвей, именно которую предлагает инженерная школа Юницкого, она позволяет решать эти задачи. И очень отрадно, что они одни из первых, кто это поняли. Еще за это время были визиты и индийской делегации, и визит нашей официальной делегации в Индию. Это тоже активная работа ведется. И, друзья, чтобы вы понимали логику Марьиной Горки и логику экотехнопарка. 29 числа – это начало работы, это первый шаг, чтобы, друзья, ни в коем случае не путали и ни в коем случае не вводили других в заблуждение. Друзья, это не презентация технологии, которые пытаются, что презентация технологии, она будет вестись, когда уже будет произведена сертификация. На сегодняшний момент, друзья, это демонстрация элементов, демонстрация того, что сделано, демонстрация того, что технологии развиваются. Причем, тоже тут по срокам очень много обсуждалось и говорилось. Друзья, тоже надо понимать, что изначально, когда мы с вами запускались и год назад начали строить пересадочный узел, который сегодня уже в стадии отделки, начались монтироваться промежуточные опоры, а сегодня монтируются уже фермы, предполагалось, что будет показан только один элемент и только после этого двигаться дальше. Но по мере того, как проект неоднократно... Ну, а три направления. И сегодня, 29 числа, в Марьиной Горке будет показано уже инвесторам не одно направление, как предполагалось, а четыре направления одновременно. И каждый из них, из этих направлений не имеет абсолютно никаких границ. Поэтому я прошу поднестись здесь и с пониманием того, что идет одновременно монтаж четырех систем, а не одной, как предполагалось изначально. Соответственно, это привлечение более серьезных сил и подрядчиков, и строителей, и изготовителей, которые есть. Ну и второй момент, друзья, конечно, здесь очень важно понимать, что это испытательные работы, что это опытно-конструкторские работы, друзья. Это испытательные... Ну, венчурные здесь не совсем правильный подход. Венчурные — это отношение ко всему проекту. А это опытно-конструкторские работы и испытательные работы. Поэтому приходится на ходу проверять определенные технологические решения, приходится что-то менять. И в этом плане, конечно, генеральный конструктор работает сейчас с максимальным напряжением. И так как еще своих строительных отрядов, своих изготовителей нет, а приходится пользоваться подрядчиками, то, естественно, друзья, кто сталкивается со строительством, понимает, что отношение с подрядчиками — это самая сложная вещь. Потому что где-то понимают не так, где-то выполняют несоответственность ТЗ, где-то откровенно идет нарушение технологической карты, технологического решения, что приводит, естественно, к определенным, ну, скажем, там, сдвигам сроков, к изменениям результатов, которые есть и ожидаются. Это, друзья, с точки зрения опытной работы, это абсолютно такой нормальный процесс. И 29-го, почему мы как раз собрали именно самых близких партнеров, с кем мы уже делаем адресный проект, это управляющая компания, как я уже говорил, с Австралии, которая возглавляет, Родхук, это управляющая компания с Америки, которая тоже возглавляет очень крупный финансист, наш, ну, скажем так, друг и партнер, и Анатолий Дуарович, и Юницкого, и вообще всей нашей команды. Вот, команда из Израиля очень сильная, из Канады, вот, это сейчас как раз вот прям буквально вчера, опять же, в экстренном порядке, там, конструкторское бюро Виктор Бабурин со своей командой, он очень в тесной связке сейчас с МИДом Белоруссии, потому что вот прям буквально позавчера вечером пришла заявка, что министр транспорта Уганды, это африканское государство, хочет поучаствовать в этом процессе, вот, просит в срочном порядке оформить визы, а с учетом, что в Уганде нету консульства Белоруссии, то есть оформляется через Россию, ну, в общем, такие, друзья, тоже вопросы возникают, но на сегодняшний момент мы уже поставили цель и задачу Канку, что такие презентации проводить как минимум раз в месяц, и сейчас уже на середину декабря планируется еще одна очень крупная делегация, там тоже будет ряд правительственных из разных стран и крупных бизнесов, уже готовятся на где-то 20-е числа января, следующие даты, которые будут определяться, потому что, естественно, что мы постепенно будем менять формат такой, то есть сейчас это первое, где собираются близкие партнеры, и задача это не показать уже готовую технологию, а подвести черту, показать, что было продемонстрировано, там, допустим, 5 месяцев назад, когда приезжал Ротхук, а он еще и эти машины видел в Берлине, что сделано сегодня, на каком этапе, как детство, какие сегодня есть успехи, на чем надо работать, это вот как раз такое очень важное совещание именно партнеров, которые уже в проекте и которые глубоко погружены, и следующий момент это рассмотрение адресных проектов уже с теми технологиями, которые сегодня готовы к внедрению, потому что сразу сегодня уже проектируется и готовится адресный проект в Австралии, в Канаде, именно это как и часть будет крупного проекта, и в то же время это будет испытательная сертификационная трасса для Канады и для Австралии, потому что требования по безопасности, по сертификации, они в разных странах, в разных континентах существенно отличаются, и та сертификация, которая сегодня начата и ведется в Белоруссии и России, она не принимается в Израиле, она не принимается в Канаде, она не принимается в Австралии, там надо проводить свою. Для этого, естественно, должны быть свои опытные участки, и сейчас опыт показывает, что все это строить и делать надо своими ресурсами, своими строителями, изготавливать все в Марьиной горке, потом разбирать и только везти, монтировать, потом там, неважно, в Канаду, Израиль, Америку или Австралию. Это более будет надежный вариант, чем брать местных строителей, давать им задания, чтобы они... Мы будем каждый раз сталкиваться с тем, что подрядчики... Вот что сегодня и происходит, друзья, и как раз это очень сейчас такой напряженный момент, когда именно подрядчики не выполняют своих обязательств по отношению к проекту. Но опять же, это, друзья, текущий момент, и опять же, кто сталкивался и знает со строительством, а тем более опытным строительством, а тем более опытно-экспериментальным, то я думаю, что все здравомыслящие люди относятся к этому с пониманием, и на этот вопрос, особенно мне очень веселит вопрос, когда мне говорят, а какую скорость вы покажете 29-го числа? Друзья, никакую. Задача показать не скорость, а задача показать выполненный этап. Это о том, что изготовлена путевая структура, о том, что изготовлены машины, и о том, что они перешли в стадию ходовых испытаний. Вот что, друзья, сегодня очень важно. Для нас это очередная демонстрация развития проекта, о том, что проект движется, показывается. Для партнеров, которые понимают это сигнал, и они видят о том, что проект активно вступает в стадию уже технических испытаний. Ну а, друзья, для наших, скажем так, кринтиков или оппонентов будут всегда аргументы для того, чтобы сказать, что вы что-то сделали. Здесь не показываете, здесь не так, а когда вы то покажете. Друзья, сразу могу ответить на все вопросы. Все покажем в свое время. Итак, сейчас темпы строительства и темпы работ, которые идут, они просто не выдерживают, ну, скажем так, человеческих усилий. И сейчас уже, ну, я могу сказать, что даже возникают проблемы с трудовой инспекцией Беларуси, потому что компания, которая работает в три смены круглосуточно, она попадает в определенный режим. Есть даже определенные ограничения. Поэтому желание сделать быстрее и больше начинает приводить к тому, что возникают уже вопросы по тому, а вы выполняете или соблюдаете вы трудовое законодательство. Поэтому здесь нельзя даже увеличивать нагрузку и нельзя работать больше, чем сегодня работает команда. Поэтому это тоже, друзья, надо понимать. С одной стороны, это радует о том, что есть такой энтузиазм, и рабочие готовы работать круглосуточно. С другой стороны, есть здравый смысл. Поэтому, опять же, весь вопрос, мы зажаты в рамки, и это постоянно моральное давление на генерального конструктора, на весь коллектив, о том, что установлены жесткие сроки, и эти сроки надо выполнять, иначе возникают какие-то негативные отклики, в частности, в интернете. Вы вспомните, как наши конкуренты и наши, ну, скажем так, противники злорадно говорили о том, что не успеем сделать машины к Берлину. Вот, потом, когда машины показали, что не успеем провести испытания, сделать, и вот это нагнетается, друзья. Я думаю, что мы, кто в проекте, кто относимся, мы должны относиться к этому абсолютно спокойно, абсолютно нормально. Вот, потому что сегодня... Но это тоже, друзья, неправильно, когда конструкторское бюро и строительные бригады работают круглосуточно, по 24 часа в сутки, включая выходные. Все-таки, друзья, надо иметь здравый смысл и понимать, ради чего мы это делаем. Те партнеры, которые приезжают 29-го, это Ротхук, это наши израильские фонды, это, как я уже говорил, канадские партнеры, для них сегодня, неважно, увидят они скорость 100 или 50, или, скажем так, пролеты 200-400, которые уже эксплуатируются или которые строятся. Друзья, это сегодня, как вы понимаете, работа, которая идет с колес, которую мы сегодня... Почему я останавливаюсь на этом довольно-таки подробно? Потому что мы постоянно находимся под атакой критики, особенно Юницкий, как генеральный конструктор. И постоянно мы ощущаем вот это давление и постоянное желание наших оппонентов или конкурентов раздуть из мухи слона. Поэтому те, кто, я думаю, что понимает и следит за нашим проектом, кто с нами действительно уже по духу, действительно по СО-работник или СО-ратник по строительству Скайвея, для вас не надо объяснений понимать или объяснений того, что могут происходить и сдвиги по срокам, могут происходить и технические сбои, связанные с проведением экспериментальных, испытательных работ. Друзья, делаем эксперименты, мы создаем то, что никогда нигде еще не было. Соответственно, 29 числа будет очень важное событие, будет очень важная демонстрация, что и как вы все увидите в рамках того, что можно будет снимать, потому что там очень жесткие ограничения, по кого можно снимать, потому что очень многие люди, которые туда приехали, они не горят желанием быть в Перископе и в интернете в прямом эфире. И, соответственно, еще очень важно, это будут очень жесткие ограничения уже от Юницкого, как генерального конструктора и автора проекта, по мере того, что можно показывать с точки зрения ноу-хау. Поэтому здесь, друзья, я сразу говорю, что вы увидите и услышите только то, что можно будет довести с точки зрения работы на тот момент. Поэтому прошу отнестись к этому очень серьезно, и очень с пониманием, потому что событие очень важное. Люди, которые туда приезжают, очень серьезные и очень важные. Для нас, для всех, это событие, которое делает следующий шаг. То есть дальше, через две недели, будет следующая демонстрация с определенными, потом следующие, следующие. И, как мы говорили, что на ближайшие 100 лет этот процесс останавливаться не будет. Будут постоянно показываться новые возможности технологии, будут постоянно показываться новые возможности вариантов Skyway, будут показываться новые модельный ряд по Unibike. Уже готовится сегодня целая линейка Unibike. Готовится целая линейка сегодня Unibus. Изготавливается уже скоростной Unilet, который уже будет давать скорости близкие к 500 км в час. Когда будет построен 17-километровый участок, строится он начнет уже весной этого года. То есть это продление разгонного участка, который сейчас монтируется. Поэтому, друзья, здесь с этой точки зрения не должно быть никаких недопониманий или никаких сомнений по поводу того, что все идет абсолютно в заданном русле, все идет в тех сроках, в тех графиках, которые изначально задавали. Более того, когда мне задают вопросы, а идет отставание или нет, друзья, я на это еще раз отвечал, еще раз акцентирую внимание. Друзья, сейчас идет монтаж четырех путевых структур одновременно. Четырех. Которые закрывают весь спектр транспортной индустрии. То есть это и грузовые перевозки на 200 миллионов тонн сыпучих грузов, чтобы было понятно, это больше, чем Транссиб, и это все будет на нашем экотехнопарке. Это и грузовая трасса контейнерная, которая будет возить 50 миллионов тонн. Это и легкая трасса, которая будет возить 10 миллионов тонн. Контейнерная. Это трасса пассажирская, городская, которая перевозит 300 тысяч пассажиров одной веткой за сутки. И, соответственно, еще одно очень важное направление. Это комбинация всех направлений, когда сверху будет идти скоростной юнилит со скоростями предельными 500-550 километров в час. А снизу на подвесной основе будет идти городская низкоскоростная система 150 километров в час, 300 тысяч пассажиров в сутки. И контейнерные перевозки, которые будут возить до 50 миллионов либо в контейнерах, либо в юникарах. Это сыпучие грузы. И это все, друзья, идет сейчас все одновременно. И по мере того, как будут возникать уже именно и заказчики, и непосредственные потребители, то та или иная технология будет демонстрироваться и двигаться дальше. Все это сейчас идет, друзья, еще раз повторюсь, идет одновременно. На сегодняшний момент уже готова к демонстрации именно легкая трасса, которая позволяет решать все городские пробки в любых мегаполисах мира. И это то, что позволит убрать все фуры со всех дорог Европы и Америки. Одного этого, друзья, утверждения достаточно того, что мы с вами сделали уже очень серьезную заявку, и мы с вами уже готовы подтвердить то, что у нас сегодня есть. Так. Лучше лекарство от ревматизма. Ну, смотрите, друзья, значит, все, что касается у нас сегодня такой важный момент, что мы всей командой вам сделали отчет о той работе, которую мы делаем. Мы вам показали, какие объемы сегодня идут с нашими партнерами из Европы, из Америки. То есть объем, вы, наверное, поняли, что когда идет такой объем переводов, значит, это очень серьезная и большая работа. И самое главное, друзья, это сегодня еще и приход очень большого количества инвесторов. То есть мы с Алексеем каждый месяц сейчас проводим конференции в Словакии, в Чехии, в Германии, в Испании. И сегодня интерес к проекту именно с точки зрения таких инвесторов, пока еще частных, но уже довольно-таки крупных, он все растет и растет и объем западных инвесторов. То есть сегодня у нас более 108 стран со всего мира инвесторы и сегодня удельный вес именно западных инвесторов постоянно-постоянно увеличивается, потому что они видят, что происходит, для них очень серьезное впечатление произвела Барнаульская, это просто только что разговаривал, когда будем проводить конференцию в Барнауле, вот, Берлинская выставка, соответственно, сейчас начало работа Экотехнопарка, вот, сейчас приезд целого ряда делегаций, и здесь, друзья, еще хотел бы обратить внимание на такой очень важный момент. У нас очень много приглашений по демонстрации и презентации в различных странах мира, и вот как раз, когда сейчас началась именно работа в Марьиной горке, то мы поменяли свой концепт и стали приходить к выводу, что единственным правильным решением это приглашать правительственные делегации именно в Марьину горку. Если правительственная делегация, там, представители Министерства транспорта или правительства не готовы ехать в Марьину горку и смотреть, значит, они пока не готовы к восприятию технологии. Если какой-то бизнесмен говорит, что приезжайте ко мне, презентуйте технологию, а потом я буду принимать решение ехать или не ехать, значит, соответственно, это тоже еще рано. Поэтому единственным сейчас правильным решением и это у нас будет такой некий ценз, это некий фильтр, что если делегация или если бизнесмен готов ехать в Марьину горку сам тратить на это время, тратить на это деньги, сам изучать, сам смотреть, значит, он действительно проявляет интерес к этой технологии. И это как раз начало и истинная работа Экотехнопарка. То есть, как мы изначально говорили, что это центр продаж, что это как салон продаж, так вот он сегодня начинает уже работать именно как демонстрационный участок, где люди, если хотят поверить в технологию, они туда приезжают. Если их что-то останавливает, друзья, ответ один, ждите. Ждите по времени, когда мы будем более разные варианты показывать, ждите, когда будет это более понятным и более уже продвинутым с точки зрения технического исполнения, но, соответственно, вход каждый раз будет меняться и если сегодня у нас это меняются дискаунты, как венчурная премия для тех, кто входит в корневую технологию, то со временем это будет меняться и цена на проекты, которые будут проводиться, и, соответственно, участие в доле в проектах. Поэтому, вот, начиная с 29 ноября, то есть, это очень важная веха, это, друзья, первый наш технический шаг именно с точки зрения демонстрации технологий. Хотя, если справедливости ради сказать, что, друзья, когда мы в апреле проводили наш фестиваль, то мы с вами уже ходили вокруг начала строительства пересадочного узла с обвещенного санкерной опорой, мы с вами видели промежуточные опоры, то есть, это, друзья, уже начало работы и, как это назвать, как не начало уже демонстрации технологий. Но, как говорила моя бабушка, есть очень хорошая такая поговорка, не показывать дураку незаконченную работу, потому что, если кто-то видит что-то незаконченное, то он представляет, что это будет, собственно, таким образом и выглядеть, и работать. Поэтому, сегодня мы будем показывать именно этапы строительства и этапы демонстрации. Первое, партнерам, потому что в этот момент еще ряд ноу-хау не защищены, и они могут быть, ну, скажем так, скопированы. И второй момент, только в тех партнерах, которые уверены, с кем мы уже делаем адресные проекты, и которые видят сегодня именно как промежуточный этап того, что мы сегодня делаем, и нам это надо для того, чтобы мы показали, с чего мы начинали, на каком мы этапе находимся, и, соответственно, к чему мы сейчас, друзья, идем. Ну, а теми темпами, как мы движемся, и к чему мы идем, друзья, я просто могу сказать свою эмоцию, свое ощущение, то есть, 29 числа, естественно, все, что можно будет показать в перископе, я вам покажу и расскажу прям непосредственно свои ощущения, Алексея, там Инета будет, Женя Кудряшов, наверное, то есть, если выздоровеет, он приболел у нас, вот, еще ряда участников этого процесса, то есть, те, кто реально увидели, посмотрели, походили в резиновых сапогах, в этой грязи, в этой стройке, потому что это все-таки, друзья, настоящая стройка, вот, это первая такая наша демонстрация, первый технический шаг, а дальше, конечно, друзья, мы будем все это улучшать, расширять, и доведем, конечно, со временем, когда будем принимать и правительственные делегации во главе с главами государств, которые будут приезжать, смотреть, это тоже, друзья, совсем-совсем не за горами, вот, я думаю, что это в очень таком обозримом будущем, но к этому надо готовиться, и будем считать, что 29 числа это первый, но очень важный шаг, вот, поэтому, друзья, я вас всех, скажем так, очень действительно благодарю, действительно поздравляю, что мы с вами дошли до этого этапа, дошли до того, что нам есть что показать, и мы показываем, что вот машины, которые приехали из Берлина, вот опоры, вот путевая структура, вот, друзья, как это должно работать на первых шагах, то есть то, что можно показать, а дальше, друзья, мы каждую неделю с вами будем видеть все новые, 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 скажем так, и решения, и задачи, и демонстрации, поэтому на сегодняшний момент тут очень часто звучит вопрос, когда будет смена дисконта, я могу сказать, что это будет очень скоро, и 29-го, когда все это пройдет, я думаю, что в следующем телемосту мы вам уже будем очерчивать приблизительные сроки, потому что надо это проговорить с нашими партнерами, это уже крупными финансовыми фондами, надо проговорить с нашими партнерами, которые управляют, компаниями уже управляют, именно по адресным проектам, и исходя из этого, мы уже с вами сделаем такую первую аналитику, когда мы планируем то, что приход крупных инвесторов и заказчиков будет закрывать вход в корневую технологию, я думаю, что в течение декабря у нас эти сроки станут такими обозримыми, то есть, когда мы будем примерно понимать, когда мы к этому подойдем, сейчас сказать пока ничего невозможно, кроме того, это, друзья, я вам говорю свою точку зрения, что интерес к технологии постоянно, постоянно растет, потому что я знаю где-то как минимум 6 делегаций, которые не смогли по разным причинам приехать, которые подавали, кто-то визу не оформил, у кого-то не получилось, один там наш партнер прям действительно очень серьезно заболел, лег на операцию в больницу, вот, поэтому и такие вещи, к сожалению, бывают, вот, но это говорит о том, что они обязательно приедут на следующий показ, они обязательно приедут в январе, в феврале, в апреле, когда будет фестиваль, поэтому эта работа, как я уже говорил, имеет начало, но не имеет конца, вот, и соответственно, исходя из этого, друзья, очень внимательно следите за поведением партнеров, за счетами, которые сегодня складываются, именно бонусные, скапливаются, то есть не храните там, это особенно для крупных структур, не храните, а мы вам рекомендуем просто пока на тех условиях есть сегодня, это выводить их в акции, соответственно, сегодня мы рекомендуем тот этап и те дискаунты, которые есть, это, конечно, очень хорошие условия, с учетом того, что уже начинается демонстрация, то есть уже технология начинается продвигаться, но при этом сохраняются еще высокие дискаунты, высокие венчурные премии, это тоже, друзья, будет очень непродолжительное время, поэтому используйте эти моменты, и, соответственно, мы со своей стороны, начиная с 29 числа, друзья, ну и дальше потом уже по мере того, как дальше будет демонстрация, мы вам будем давать все материалы, то есть когда мне сейчас говорят, с чего начинать презентацию технологии, я говорю, друзья, начинать с демонстрации действующих образцов, все, это, друзья, самый главный ответ, и это единственный, скажем так, мерило во всех спорах, во всех, у кого технология лучше, у кого хуже, к всем нашим оппонентам, друзья, действующие образцы, посмотрите последнее интервью Юницкого, когда он сказал, что, друзья, единственным мерилом любой инженерной мысли является демонстрация действующего образца, так вот, друзья, мы к этому моменту подошли, мы это начали делать, соответственно, ждем, когда наши оппоненты, наши конкуренты также будут демонстрировать, также будут показывать, мы будем сравнивать технические характеристики, финансовые характеристики, соответственно, это начинается очень серьезная, большая работа, результатом которой должен быть запуск и строительство адресных проектов. Опять, тоже же много задают вопросов, друзья, на этом заканчиваю, когда будут первые адресные проекты, ну, я сразу могу сказать, что, наверное, вы кто-то не заметил, но первый адресный проект, где строится четыре трассы одновременно, уже реализуется, где мы с вами, именно краудинвестинговая система, являемся заказчиками ЗАО «Струнные технологии», Марина Горка, они нам сегодня строят и демонстрируют за наши деньги сегодня действующие образцы. Второй момент, адресные проекты уже презентовал и Ротхук, и он сейчас уже едет к ее реализации, и после ноябрьской демонстрации, вот это 29 ноября, я абсолютно уверен, что мы вам еще расскажем как минимум о десятке адресных проектов, которые начнутся, уже реализовываться в 2017 году. Если вы не забыли, то 2017 год начинается уже чуть больше через месяц. Поэтому адресные проекты, друзья, они не за горами, они подходят уже всем вплотную, и это новый этап соответственно развития проекта, к которому мы сейчас подошли. Ну вот, друзья, я за чатом не следил, потому что все-таки народу много, вот, вопросы, которые мы сегодня освещаем, они на всех вебинарах наших, которые идут всю неделю, и понедельник, и вторник, и среда, и четверг, и телемосты на наших конференциях. Мы все сегодня эти вопросы освещаем, у нас ведут десятки сегодня презентаций по различным городам одновременно, следите за расписанием, вон, Ирина Волкова постоянно дает обновления и наших представительств, и наших постоянно ведущихся презентаций, вот, соответственно, все новостные выпуски, которые идут, Skyway Capital, я вам очень рекомендую, потому что это основные новости, ну, а от головной компании, от RSV, как вы понимаете, у нас практически каждый день выходят репортажи, которые показывают развитие проекта, которые показывают состояние дел, и, соответственно, я думаю, что уж информационное поле, никто не может пожаловаться, что мы что-то не показываем, что мы что-то скрываем, или что-то идет не так. Так, так, 30-го будет вебинар, да, так, 3-го или 30-го? 30-го. Да, хороший вопрос, значит, 30-го у нас, да, это же, кстати, спасибо, что Люба напомнила, значит, 30-го у нас начинается транспортная неделя в Москве, вот, очень серьезное мероприятие, проводит его Минтранс, там первые два дня будет посещение министров, будет Матвиенко, будет председатель Госдумы Володин, это 30-го и 1-го, вот, будут очень много губернаторов, соответственно, стенд Skyway будет стоять прям впритык в первый стенд после Минтранса самого, то есть, основной Минтрансовский стенд, и прямо с правой стороны будет Skyway. Презентовать Skyway будет Виктор Бабурин, Настя, ну, наверное, я там буду просто, если нужна будет где-то помощь на подхвате, то тоже кому-то, если провести консультацию, тоже, наверное, там буду. А 2-го числа, вот, как раз вчера было большое совещание в Минтрансе, вот, проводили, там будет посещение уже такой большой делегации правительства, там будет Дмитрий Анатольевич Медведев, будет Аркадий Владимирович Дворкович, будет министр транспорта, и где-то около 10-ти губернаторов по основным концентам, поэтому 2-го числа на стенде, ну, и презентовать технологию будет Анатолий Дворкович, уже Юницкий, потому что, если у такого рода делегации возникнут вопросы, там идут, сразу приоткрою такой вопрос, что идут очень сейчас большие споры, включать Skyway в демонстрацию, то есть маршрут премьера или не включать, вот, ну, друзья, мое мнение, вы, наверное, знаете, я очень с большой опаской отношусь к тому, когда Дмитрий Анатольевич начинает интересоваться технологией, потому что в прошлый раз его интерес для нас, для Skyway обернулся очень и очень хорошо, поэтому сейчас я тоже даже не знаю, хотеть, чтобы он к нам пришел или не хотеть, не знаю, друзья, давайте посмотрим, как будет, если они сами выскажут интерес, если пойдут, то тогда мы им, конечно, презентуем, и Анатолий Анатольевич расскажет в лучшем виде, как если нет, ну, значит, друзья, еще просто время не пришло, значит, им Трансмашхолдинг или там они, Уралвагонзавод, который будет показывать новый танк, не танк, а какой-то там новый автомобиль, ну, естественно, на основе танков, потому что они ничего другое не делают, значит, это, наверное, более интересно, вот, а у нас очень важные будут там встречи, там будут делегации Челябинской области, с кем у нас уже идет продвижение вопроса, там будет делегация Самарская область, еще очень несколько регионов, с кем мы уже движемся, и в этом направлении это, конечно, очень интересная такая работа, именно по сейчас рассмотрению конкретных адресных проектов с применением технологии Skyway, и, естественно, что каждый такой момент мы сейчас используем для того, чтобы приглашать всех в Марьину Горку, чтобы уже всем показывать технологию, то есть, как мы говорили, в апреле у нас будет огромнейший такой наш праздник, фестиваль, вот, поэтому там можно как раз уже и делать такие серьезные уже шоу, серьезные презентации, серьезные казания. Ну вот, друзья, так, можно прийти на выставку «Вход свободный». Нет, это будет профессиональная выставка, значит, 30-го первого она рассчитана, значит, она будет открыта свободно 2-го числа после 14-ти часов, когда уедет Медведев и уедет правительственная делегация, то с 14-ти часов выставка будет открыта для всех желающих, поэтому, если кто в Москве, значит, соответственно, 2-го числа, это будет пятница, после 14-ти часов можно посетить соответственно, транспортную выставку в гостином дворе. Видеотрансляция будет где-то? Так, ну, я уже отвечал на этот вопрос. Так, ну да, друзья, вот тут пишут, что большая, как бы это, конечно, друзья, вот сейчас, как никогда, я могу сказать, что поддержка именно и генеральному конструктору, юницкому и всей команде нужна сейчас очень серьезная поддержка, потому что напряжение идет очень огромное, и я не могу просто, друзья, всех нюансов и подробностей рассказывать, вот, и о том, как подводят подрядчики, и о том, как есть ошибки у конструкторов, и о том, как подводят даже с материалами, с качеством материалов, это, друзья, но опять же, я скажу момент, кто сталкивался со стройкой, а тем более с экспериментальными работами, тот понимает, что это такое, поэтому у Юницкого сейчас крайне напряженное время, он очень ощущает большую ответственность, я говорю, то есть, я с ним позавчера, там еще, то есть, он раньше десяти не возвращается с Марьиной Горки, вот, потому что идет постоянно работа, и более того, я говорю уже, что работать еще более интенсивно начинает уже вызывать обратную реакцию, что нельзя уже нарушать законодательство по интенсивности работы, то есть, понимаете, даже здесь сейчас есть физическое ограничение по работе, вот, поэтому от нас, естественно, друзья, требуется очень серьезная поддержка, давайте все вместе там пожелаем и удачи, и пожелаем успехов в работе, пожелаем терпения в работе, еще очень важный момент, это со всеми, кто сейчас будет лить грязь и пытаться использовать любой момент для того, чтобы выступить, то есть, надо очень грамотно все это объяснять, грамотно гасить, грамотно выводить в нужное нам русло, как это есть, потому что здесь, друзья, я абсолютно уверен, собираются единомышленники, сотрудники, соратники, которые уже могут сказать, что мы с вами сделали очень большое дело, мы достигли очень большой результат, но впереди, друзья, у нас еще очень много тяжелой, но очень интересной работы, с чем, я, в общем-то, вас и поздравляю. Ну все, наверное, я надеюсь, мы ответили на все на сегодня с вами вопросы, давайте теперь уже следующие репортажи 29-го в Марьиной Горке. Ох, отлично! Вы, зацепляя остановились, как я люблю, друзья, этот ролик, я очень много прыгал с парашютом в свое время, у меня были тысячи прыжков, и это для меня, как раз, друзья, как бальтан на земле. Ну все, друзья, всего доброго! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok